понедельник 29 января в горах выпал снег у нас дождливые дни прохладно вот и кое-где на вершинах есть снег вот так все-таки зима наша зима смотрите вот тут цветочки сейчас приблизи у меня этот как его умбрелла как ее там зонт так вот потому что была погода хорошая вот и цветочки приветик приветик ой я так отвыкла от камеры сколько времени я не снимала да и себя не показывала так вспомнить бы число ой лада не имеет значения ну что расскажу вам свои новости влоги не выходили видео кое-что я смонтировал показала но это все у меня было заснято до конечно может вы уже поняли что я болею я мы болели вот я болела повторно значит отходила потом опять подцепила муж чуточку поболел в общем но у меня получилось это как-то более длительно вот ну жаль конечно когда смотришь проходят не а тебе не лучше и как-то знаете вот это вот все в моей рутине вот это вот знаете посидевные мои там заботы съемки какие-то все у меня это в моей рутине я это все делаю привыкла так а тут уже как-то знаете настроение не было и состояние такое что не охота брать даже телефон в руки что-то заснять а заснять в принципе что заснять если никуда не выходишь если ничего нового не происходит если не можешь ничего делать саду скажем с растениями у нас испортилась погода вот я заболела еще до того как она испортилась вот погода обманчивая все таки я возилась и в саду и разное знаете и одетая и по тела и одно и другое в общем как все люди вот ну болезни существуют в общем вирусы различные все болеем я тоже должна была это зацепить эту этот вирус как сказать вот ну что думаю все уже позади чуть-чуть вот горло еще вот наглоталась разного и все нормально отдохнула по полной телом даже могу сказать были дни ну я подустала потому что ну лежала много себя не как сказать не утрудняла себя какими-то знаете делами как-то более так спокойненько все голова когда болит когда все не хорошо когда в общем ничего делать не тянет и смотреть и слушать и заниматься ну помимо этого значит я что я делала ну не могу сказать что целыми днями конечно же лежала и сделала больше ничего не делала у меня дом у меня семья скажем хозяйство ну конечно же маленькие уборочки и готовка разное разное вот просто ну все никак уже когда человеку совершенно хорошо и ты можешь все взять и делать как хочешь то хочешь сколько хочешь ну как-то уже по мере возможности вот признаюсь что были моменты когда падала духом чуточку но мне это бывает мне не надо много чтоб знаете быть там прям такой больной чтобы упасть духом есть у меня такое знаете чуточку подболею там что-то там может поясница прихватит еще что-нибудь все я расстраиваюсь я думаю ой насколько это интересно протянется а я теперь не могу делать свои дела я не могу одно я не могу другое я ощущаю себя такое знаете как вот не знаю как коллега как вот сказать правильно наверное неправильно ну как будто без рук и без ног вот ой ну в общем я хочу на этим чтоб я могла все как хочу делать а тут когда не можешь мне это не нравится хотя бывают моменты когда устаём мы все наверное думаем ой может приболеть чуточку и полежать отдохнуть нет нет не надо не надо так так нехорошо так не надо в общем в начале этого блога значит вы увидели кусочек я вам показала какой день это был понедельник наверное скорее всего понедельник да мне надо было обязательно пойти провериться врачу и единственный день когда я вышла за пределы скажем моего участка одета такая укутанная капюшон там еще этот моросила ну надо было а так ну во двор выхожу так опять одетая укутанная все там кое-что там посмотреть что на месте на месте у нас ветра дожди град дали даже были закули ну успокойся пожалуйста успокойся дожди были у нас непрерывные мы как всегда знаем что когда обещают дожди везде есть дождь только не у нас вот у дворе три в нашем районе мы в общем на дожди очень скудно у нас я тоже не поверила думаю ой где-то будет дождь а у нас не будет если даже если будет это там поморосит и все а нет на этот раз угадали дожди были несколько дни сейчас я вам скажу дней 5 точно представьте дождь не переставал моросила нитка потом знаете так нормально и вот так целыми днями и ночами если останавливался дочь на пять минут это было хорошо вот все равно хоть по чуточку но моросила было холодно спускалась значит да до плюс четырех плюс трех вот я следила за градусами потому что мне интересует у меня растения конечно же переживала хотя я много растений спрятала куда надо но все-таки кое-какие у меня остались на улице и под дождем потому что я болела я не смогла не занести и муж работал ему было нехорошо в общем и много растений в общем так и стояли под дождем все эти дни надеюсь они не откинут коньки вот ну мне было нехорошо честно говоря мне было даже не до них вот теперь когда дожди это шли значит все наладилась погода ну я вышла посмотрела ну вроде все нормально но если что-то начнет загнивать это конечно не будет сейчас сразу потом это будет видно что поделать вот такое вот бывает я вроде подготавливалась все нормально погода была нормальная думала ну вот как будет что-то похолодание что-то я успею еще последний занести там попрятать получилось что не могла самое главное наше здоровье сперва наше здоровье человеческое так потом значит уже мои зверечки и цветочки что делать будет ну недавно значит на днях я была с мужем опять там надо было куда-то поехать и по пути в общем зашли в один магазинчик и что-то я купила сейчас я вам покажу так кто тут в моих ногах ходит кто-то тут ходит так сейчас давайте а еще еще помните мне муж купил горшки я вам говорила вместе мы были выбрали горшки и я сказала что там еще остались какие-то хорошие прочные горшки и дешевые вот я мужу сказала пойди-ка ты поед зайти в этот магазин и купи все что осталось из этих горшков осталось немного ну то что осталось он забрал владелец магазина сказал что эти горшки у нас уже давно их никто не не берет кто-то что взяли взяли остальное так вот и осталось и вот ты сейчас забираешь последний больше таких уже и нет купить сказал все конец так что вот из размера который мы брали в тот раз это вот этот размер сейчас какой там номер номер 14 в общем один коричневый 2 и 3 белые вот они а остальные побольше эй так так сейчас вот этот размер в тот раз а вот этот вот смотрите сейчас нет вот так вот так чтобы вы поняли ну сейчас что я их поднимаю все вместе так а ну номер 15 ну разница есть мады ингрест ах они еще и греческие или это уже говорила в общем ну вот один белый остальные все коричневые в общем все что были мы забрали вот так мой муж сделал молодец я очень довольна пусть а я там как мне понадобится что-то пересаживать я уже буду в эти горшочки торопиться не буду потому что вот у нас кое-какие горшочки у меня вот что-то посажены какие-то растения да они всего одно лето может ну один год продержаться и вот если я уже буду вот поднимать и они начнут трескаться я пойму что уже надо пересадку и перевалку вот буду их потихоньку там кое-какие растения пересаживать так они вокруг беседки так ну что значит постоянная наша покупка это у нас всегда без вот этого мы не живем сколько не покупали их всегда мало в машине тут у меня находится вот тут где-то в зоне кухни в прихожей есть в ванной комнате есть в общем сразу к ним эти как когда кончится замена собирать в общем эти волосики без этого я не живу не живу если бы их не было что со мной вообще случилось так ей ей кто-то меня кусают так носочки взяла так мне понравились вот это я не помню носочки с магазина или с лидла потому что мы в лидл заезжали какие-то там сладости что-то покупали нашла вот такие вот вот такую вот одежду как сказать такие эластичные я брала черные и подевала их несколько дней удобные понравились и мужа попросила чтоб заехал купил мне а он не нашел и вот поехали мы вместе и уже не были такие однотонные ну вот были вот такие бордовые с узором это для дома вот дела делать в сад выйти они очень-очень теплые утепленные в общем очень удобные взяла и цена хорошая и качество хорошее вот это вот помню может тоже оттуда в общем носочки такие приятные не знаю видите бежевый и такой синенький такие прям нежные нежные прям ну носочки всегда мне нужны потому что я берзлячка я ну летом только наверное три месяца может чуть меньше три месяца не одеваю носки ну днем летом не одеваю но бывает вечера таки прохладные что мне приходится тоненькие носочки одевать вот в общем люблю носочки покупать когда у меня много носков я такая довольна значит жить можно есть носки так в том же магазине а вот купили купила вот такую простынь на пробу простынь с наволочками вот вот сейчас не знаю цвет видно цвет если фисташ фисташковый кажется называю не голубой не зелененький так что-то такое в общем там такие розочки вон что-то есть да на пробу взяла эту фирму потому что я обновляю себе значит постельная и потихоньку беру и вот взяла еще не попробовала потому что ну недавно это было надо постирать испробовать посмотреть как он приятные неприятные и если понравится я буду еще эту фирму брать это греческая фирма да если я не ошибаюсь да это греческая фирма посмотрим вот такую вот штучку взяла на пробу опять же разные размеры взяла вот такую вот штучку не всегда вот что-то надо что-то ложить пластик может и поглубже надо может и не сильно глубокий ну вот посмотрим взяла что-то посмотрю для чего ну для того что я думаю если подходит поеду значит еще возьми вот ну и в том же магазине значит там посуда там в разное есть вот такие вот штучки вот такие вот штучки видно да что они видите не ровненькие такие вот косые вот тут выше были черные и белые это вроде такие вот как сказать для для каких-то соусов вот для каких-то соусов вот типа корейских не знаю китайских что-то так чуточку ну представьтесь что сюда поместится я когда увидела думаю что сюда поместить все-таки мы не едим много и даже если на стол что сюда надо такого что чтоб оно хватило ну маленький маленький не знаю в общем вот эти вот суши вот это вот как его соусы макать вот это вот типа такого да такое мы не едим да ты непослушный но я всегда когда вижу что-то из посуды я не смотрю на нее просто как на посуду я на смотри я смотрю как на кашпо подходит ли оно для растений сейчас я вам покажу где у меня маленький горшочек как вот тут скажем у меня вот тут капусик так вот пятерочка да это я увидела еще в магазине и а ну тихо видите прикольно вот сразу взяла два они недорогие думаю почему нет кашпо вот такое для такого горшочка неплохо же да интересненько посмотрю присмотрелось черные не понравились может еще возьму вот вот так бывает посуда какая-то которая меня интересует не использовать ее как посуду а использовать ее для другой цели так а ну-ка успокойся тишина тишина все так из покупочек кажется все так давайте дальше поболтаю чуточку так как я не смогла ничего не на улице вам заснять может даже завтра что-то я чуточку засниму покажу вам так общий вид сада все так же никаких изменений ничего в саду не делалось ничего не меняется вот ничего показывать что еще что еще так ну а мне приехала посылка вот мне еще посылочка у меня есть сейчас я вам покажу растения покупочки такие небольшие покупочки но еще там подарочки конечно и значит одна маленькая маленькая посылочка как сказать ну сказать подарочкам нет потому что я сама попросила какое-то растение одного значит то есть мужчины с острова какого-то острова Греции в общем коллекционер как суккулетов в общем давний и что-то мне приглянулось я попросила купить конечно же он не согласился это очень редко соглашается предложил обмен но у меня нету ничего для обмена как я поняла в общем человек ничего не хотел а просто от себя не послал вот так что давайте сейчас чуточку включаю и смотрим горло пересыхает ужасно так вот в такой маленькой коробочке мне приехало растение с острова метеллини называется вот в нем были конечно еще не посадила мне еще не дошли руки просто сейчас так в воде стоят вот эти вот черенки раз о тут уже корни интересно смотрите корни вот это у меня полторы недели примерно вот вот ничего такого сверх естественного конечно же сейчас и название вам вставлю давайте вот тут вот сторонке смотрите название смотрите какое растение его невозможно показать все что ну и цвет как он цветет в общем ну тут уже корешки так быстро пошли молодцы вот видите тонколистный такой видите интересное алоэ я его редко у кого встречала и видела и может его и не показывают потому что ничего там такого интересного ну почему оно меня заинтересовало есть намного интереснее да что то такое вау такие варегатные такие там гибриды обычные какой-то знаете алоэчик природный но он алоэ который значит летущий как сказать он растет вверх вот он такой тоненький нежненький и он растет вверх у человека который значит мне его послал она у него это алоэ растет значит в в теплице она уже достигла высоты значит как называется вот это это стены а это потолок а вот до потолка скажем в теплице уже дошел и уже начало это вот надо видимо его куда-то придерживать привязывать или он сам присасывается что-то такое в общем как назвать значит его ползучий в общем вьющий вьющий алоэ вот он вьется он вьется вверх мне показалось это очень интересно не знаю вот мне хотелось бы вырастить и посмотреть куда он будет стремиться да есть алоэ которые растут вверх но они растут очень долго а это не так уж и долго знаете посмотрим увидим в общем человек мне послал вот такие вот растюшки я очень-очень довольна я хотела этот алоэ видела раз не два у кого-то там из наших скажем членов клуба там или членов как сказать подписчиков там знаю групп и вот так это одно другое покупочка покупочка конечно все развернуто я открыла все что у меня стоят в воде потому что я не могла посадить из-за того что болела вот это вот тоже у меня уже стоит сейчас я вам скажу это стоит тоже примерно полторы недели вот так где-то так покупочка в общем я покупала этой женщины уже эониумы и не только эониумы вот в воде стоит сейчас не видно знаете вот такой вот зеленый сейчас на камеру хотя у него есть он двухцветный он варьегатный давайте я вам ставлю вот тут сбоку давайте вот смотрите название смотрите какой он будет он он с корнями и вот он стоит у меня в водичке так чуточку я наливаю чтоб не подсохли корни вот из-за того что тут нету света у меня вот так нагнут и видите он согнулся вот так он был более ровненький ну ничего мы его восстановим вот надеюсь вот в ближайшие дни я смогу уже и посадить так это одно из покупочек так вот такое ионю так тут тоже с корешками укорененный так вот такое ионю сейчас цвета вообще не передает камера тут свет прямо падает вот смотрите название смотрите какое растение ну очень красивые ионим вот эти вот разные красавицы варьягатные цветастые такие ну продают и продают ну вот хочешь хочешь не хочешь думаешь ой еще возьму такой да еще возьму другой вот вот такое это чуточку другой смотрите название смотрите фото вот этот без корней стоит в воде я вижу тут уже начал подгнивать да не понравилось ему значит надо срочно отрезать и просто укоренять в земле ну я на пока оставила и ой не было просто не до этого не одревесневший не одревесневший был видимо этот черенок и ему нельзя было в воду когда черенки одревесневшие уже их можно ставить в воду ну так тут еще никакие корешки намеков нету ну вот такой вот еще они в доме потеряли цвет они когда приехали ко мне они еще у них был цвет с розовинкой тоже такой красивый сейчас они потерялись они у меня на свету но все равно не как на улице вот смотрите название значит смотрите фотку красавец вот еще значит получается вот такое вот растение тоже название не помню какая-то хиверия или что-то такое ой забыл она под вытянулась она была чуточку короче в воде она под вытянулась вот такая вот интересненькая штучка а ну-ка вот ладно в каком-нибудь другом видео я уже покажу посаженные и посмотрим на них на предметном свете в общем он тоже с корешками стоит в воде так ладно так ну вот такой еще попросила потому что да я такой покупала но они у меня что-то очень плохо приживаются еще купила у нее же у меня был и обмен на такой и вот еще такой же вот взяла тоже под вытянулся уже в воде вот ну с корешками вот так сейчас кто мне кусает ноги кто мне кусает ноги и теперь подарочки конечно же без подарочек как нельзя вот это вот подарочек это котеледон какой-то конечно я не помню название смотрите котеледончик у меня такого не было интересненький вот так что тут еще есть подарочек неожиданно как-то мне тоже показалось смотрите тоже название вот такой вот видно вот тоже в воде стоит там может корешки пошли кажется что-то там уже собирается смотрели на здание и и он длинный тут есть и коротенький и есть и длинненький и вот такой смотрите ой змейка в общем тоже смотрите название вот тоже они у меня стоят водички тут намеков пока нету ничего на нет в общем надо будет надо будет все сажать вот такой вот подарочек подарки всегда меня рады вот такие вот значит у меня новинки ну фактически должна была сделать отдельно видео показать на вам уже я вас замучила этим новинками так что пусть будет во влоге вот в общем интересно вот это такое вытянутое может ему можно даже не знаю может ему верхушку до весны подожду в общем до весны очень интересный такой оказался мне да хиверия я же это я от хивери отказалась но ладно ладно пусть будет интересный показался думаю ну ладно попробуем тебя тоже а уже если и ты не будешь жить и будешь болеть там не знаю с проблемами ну уже ладно скажу себе что ну попробовала и все хватит так в общем кажется ничего не забыла все вот это вот из моих вот таких вот рассказов покупок подарок и надеюсь еще что-нибудь вам покажу смотрите далее очень-очень рада если вы вам было не скучно вот это вот все болтовню смотрите кое-что из того что я вам показала ой-ой-ой кого я вижу смотрите у нас все зеленое весь этот бетон где местами прям сильно зелень тут не пролезть тортилочка приветик моя хорошая ты где была ты где была я по тебе скучала я столько тебя не видела где ты пряталась где ты зимовала у нас погода хорошая она вылезла а я вижу вот тут смотрите вот тут такая вот дырочка неужели она была там ой она где угодно могла быть тортилочка у тебя ножки грязные вон они ой ты моя хорошая ладно ладно иди сейчас я тебе что-нибудь дам покусить а вот она я взяла суккулентик и буду кормить ты моя хорошая на смотри смотри оп и тортилка ну давай ешь ну ладно я тебя не буду показывать пока покажу что у нас тут происходит а ты ешь если зацеплю зацеплю так ну что все как было все как было даже есть у меня цветочки все в траве все надо в общем приводить в порядок вот даже на бугенвилле вот еще цветочки есть розы еще даже не опали полностью так что вот цветет решил зацвести хотела остричь а он набрал цвет но оставила эй а ну тихо а ну тихо клевия вот ее конечно побил дождик град но все равно она красивая такая вот неженка такие вот веточки видите на кого свет не попадает они прям светлее вообще они должны быть такие яркие быть вот вот тут третья веточка цвет 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 как не веточка а ой я забыла уже как это все говорить ну вот так вот снимаешь чуточку и забываешь цветонос вот вот так ну дальше Дякули ты пришел лежать на своем месте Дякули убирать нам тут в общем снимаю уже понедельник вот пятое что ли у нас наладилась погода всю неделю обещают хорошую погоду ой 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 а ну-ка тихо а ну-ка тихо вот в моем саду все как было ой ионимы сейчас очень хорошо себя чувствуют растут вот такие красавицы прям набираются такие листья такие огромные вот этот тоже сейчас красивый он уже давно красивый вот этот еще цветет до цветает чуточку вот не все свечки сразу открываются такой вот длинный длиннючий ну а так в общем ужас ужас ужасный вот этот надо обязательно отсюда пересадить вот вот что у меня осталось под дождем я не убрала и они у меня все остались ну надеюсь ничего с ними не будет у них земля быстро пересыхает потому что там уже земли толковой нету да дзякулиму ой ты мой мальчик ты мой мальчик он тоже страдал когда эта погода была на улицу не выходить совсем почти только для нужды и все ну холодно дождь 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 неприятно вот у меня тут луковицы гипиаструм вот эти вот все и вот эти вот тоже я всех оставила они все мокрые ну не знаю сгниют кого-то вот что-то тут есть какие-то болезни вон напали что-то какое-то ну буду буду в общем проверять и смотреть что делать вот так вот розочка умница в общем дел полно нам хозяйкам женщинам вообще болеть нельзя а мне еще как цветоводу тоже нельзя вот бугенвилия цветет вот это бугенвилия пойдет туда а та еще тоже полностью не оцвела ну все скоро скоро все начнем мы делать потихоньку муж бы по мне еще помогал было бы вообще хорошо ну у него тоже времени нету вот эту вот оливковую я бы тоже приводить в форму тоже бы неплохо было бы вот ой как радует солнышко радует небо голубое прелесть ну вот это вот не осыпается полностью вот так теплички растения не разобрала вот как все было так и есть и так же и тут в беседке все вот так вот у меня в ящиках и стоит не смогла я ничего не успела но самое главное они обереженные вот вот тут что у меня посмотрите какой красивый цвет какой у него цвет я не знаю сейчас передает какой у него цвет красивый смотрите какая структура вот тут уже детки вон пошли у него но в общем перчинки остались вот молочки выдают цветочки вижу уже у всех почти есть вот мои цветочки чуточку что-то цветет но видите все побитое ой кот бежит плачет ой услышал нас ну еще его нам не хватало ах вот наконец-то начинает вот сердцевинка все-таки живая ну дает дает вот тут вот тут дает вот там вот дала кое-что ну и розетки есть так что он не умрет в общем не умрет не умирай так что у нас тут еще ну вот бутоны но они еще не скоро совсем не скоро а пси-псидельчик посмотрите на него посмотрите на этого на это существо элла пси-псидель посмотрите на его глаза мне неприятно смотреть на его глаза мне больно мне его так жалко он постоянно дерется а я как скорая помощь он приходит и я начинаю обрабатывать чистить там капать в глаза там не знаю все что надо делать делаю ой на свою голову в общем я нашла как сказать себе сделала приключения с этим котом люблю его нравится он мне хороший кот ничего не могу сказать но гулящий вот уходит уличный такой вот прям смотрите крупный толстый такие у него сейчас такая шерсть у него хорошая в дожди он мокрый на улице приходил среди ночи среди дня вытирала обрабатывала ну что у тебя с глазами сейчас я отключу камеру и возьму его приведу в порядок адзакули его обнюхивает жалеет его переживает за него за дружка своего дружка хотела я для своего для собачки он только не друг приходит уходит и все больше ничего вот вот эти остались видите вот под дождем вот ну вот набирают набирают очень долго набирают у кого-то уже цветут у меня еще нет если бы в беседке было в тепле зацвел бы быстрее ну ладно вот еще цветет красавица вся в цветах вот дожди дожди и град и все был челочки ну все равно все хорошо тут есть конечно цветочки такие ну побитые видно если уже вблизи да ну все равно так вот издалека такие вот они кремовые просто прелесть вот вот этот был под дождями я не убрала тоже ну вроде все как нормально а кто у нас тут цветет вот еще вот этот тоже цветет ой тоже побитый видите от града сразу он тоже цветет тоже как у у у красулы цветочки типа вот но он так любит вшивиться вот уже вши вшивый 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 из этого я его не люблю так вот так в общем вот тут набирает вот тут вот бутончики вон везде розетки вон смотрите в общем как отсветет будем ухаживать кактусики мои вот так вот там не знаю что вам видно не буду туда проходить в общем очень много всего делать полно самое главное чтобы было здоровье и все сделаем все сделаем приводить в порядок надо много чего смотрите начинает сыпаться цветет буду черенковать еще все никак сделаю и это сделаю до всего когда по руки дойдут в общем показала вам вот такое вот состояние моего сада давайте чуточку продвинусь еще туда покажу вот в этом месте хочу чуточку показать травы полно видите алоев не видно ну вот этот я уже подрезала приводила в порядок черенки укореняла в доме у меня была как раз таки я как будто чувствовала в общем я я приготовила земельку разную у меня была и для кактусов и для суккулент я сделала смесь когда была хорошая погода и все было хорошо чтобы у меня была и когда вот мне надо что-то сажать я могу раз занести в дом ведро там горшочки стаканчики быстро раз какой-то вечерок обычно по вечерам я делаю даже и когда болею я это делаю по вечерам ой что тут валяется что-то нашла череночек вот и укоренила в общем вот такие вот вот цветет так вот там вот еще один а вот тут еще один да 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 а вот еще а вот еще невысокий это был высокий я его переукоренила вот верхушку так в общем в общем в общем в общем все как было вот тут тоже чуточку розочки остались смотрите полые ветки а розочки вот есть вот тут вот солнышко видите тут все надо чистить камни видите уже какие страшные бугенвилия еще чуть-чуть цветочки держит вот ну надо надо обязательно все это делать в общем вот такие вот дела все окей на этом наверное я буду с вами прощаться а нет еще чуточку вам покажу что-то порадуйтесь за нас так я в доме вот такая вот коробочка сейчас я сбоку вставлю вот смотрите что в ней было в общем по-быстрому рассказываю значит наконец-таки как сказать ой как сказать бош в общем ну нет не знаю название сейчас не придет в голову организовал в общем вечерок для своих значит рабочих всех рабочих потому что отдельно завод находится в другом значит районе офисы для офисных рабочих каждый год было копипитас это значит как сказать нарезают вот этот вот пирог который выигрывает вот эту вот монетку вот а для рабочих значит на заводе это не делалось рабочие сами значит договаривались собирались и где-то резали в общем в каком-то помещении где-то собирались и делали это я тоже была на таком вечере один раз вот но в этом году честно говоря я хотела думаю когда вы соберете сказала мужу куда вы там поедете я с вами значит знай я хочу заснять показать этот процесс значит и вот и тут у меня день день приходит расстроенный и говорит значит так и так будет значит у нас такой вечер но его организует значит наш ну поняли кто наш слово не придет не придет сейчас голову главарь в общем вот но без жен без пар потому что много человек получается отдельно с завода отдельно с офиса очень много человек больше ста человек собирается вот ну поехал муж я ему пожелала в общем хорошо провести время и говорю ему без копеечки монеточки не приезжать домой шуточку сказала и вот звонит мне муж и говорит представляешь я выиграл монеточку я говорю да ты сейчас шутишь не шучу говорит что я тебе значит зачем я это буду делать не хотела я поверить в общем приехал он домой и принес он мне эту коробочку со своим пирогом значит и говорит вот смотри я даже его не съел и вот копеечка монеточка там вот посмотри в общем вот так вот мой муж выиграл монеточку это значит ну на удачу это очень хорошо это приятно вот и довольна довольна муж был доволен вот такая вот в общем новость мы всегда радуемся да это обычай ну он интересные обычаи всем нам он нравится и главное не был пирог такой знаете один пирог который заказывать большой его режут были вот сразу на заказ в коробочке по кусочку каждому раздавали и вот кому-то попались несколько были монеток и вот одна из монеток попалась моему мужу вот так вот и был небольшой денежный приз еще вот ну все вот на этом я теперь заканчиваю этот ролик влог спасибо что вы его дождались что вы меня ждете что вы поддерживаете меня все у нас в жизни бывает разное но я возвращаюсь и снимаю и все будет продолжать продолжаться в том же духе давайте чтоб у нас все было хорошо самое главное чтоб мы были здоровы чтоб был мир на нашей планете земле и все у нас получится и будет хорошо